На самом деле это похоже на квест. Компьютерную игру только в реальной жизни. Утро, чужая страна, знакомых нет. Надо найти жилье, гостиница не подходит, позже объясню почему. Надо купить газету, для этого сначала меняем деньги. Теперь нужен телефон, чтобы позвонить. Сим-карту иностранцу не продадут без регистрации. И еще надо знать, где покупать симку в центральном офисе мобильного оператора. Это Узбекистан. Здесь достаточно жесткие требования, но похоже уровень пройден. И самое интересное только начинается. Мы в пути уже двое суток. 2700 километров из холодной сибирской весны в 35-градусное лето. Маршрут Барнаул-Ташкент, а затем Самарканд. Один из самых древних городов на Земле. Почему Узбекистан? А все об этом спрашивают. Есть же пляжный отдых Азии и Востока, Кипр и Греция. Узбекистан тянул уже давно, несколько лет. Сначала были короткие вылазки в Среднюю Азию. Северный Казахстан на автобусе. Затем автомобильные пробежки с семьей. Север, переходы от Астаны до Алматы. Киргизия и Сыкуль. Каждая поездка все дальше и дальше. А награда? Новые впечатления и новые лица. Люди в том мире, в котором они живут. После такого, когда ты видишь людей в их семьях, общаешься с ними, обычные турпоездки кажутся пластиковым фастфудом. Майские каникулы. 12 дней выходных в России. Накануне решаем. Едем? Едем. В машине шестеро. Трое взрослых, трое детей. Дорога. То почти идеальный асфальт, то колдобины и ямы. На юг с Алтая есть два пути. Восточный, через Усть-Каменогорск или Семипалатинск. Короче, но мы уже ездили той дорогой, убивая подвеску. Западный путь через Караганду длиннее, но лучше. Самая хорошая дорога – Барнаул-Павладар-Караганда-Алматы. И только затем Ташкент. Это еще плюс четыре сотни километров, но дольше путь окажется лишь на пару часов. Когда путешествуешь весной, движешься сквозь время. Каждые сто километров на юг – один день в сторону лета. Едва пробивающаяся из-под земли робкая трава сменяется летом южного Казахстана, а сам Узбекистан в это время – климатический, пожалуй, наш Алтайский июль. В июле здесь невносимая жара, зимы малоснежные, около нуля, и это определяет устройство узбекских домов. Это дом в Ташкенте, где мы будем жить, внутренний двор, а жилые помещения вокруг обеспечивают тень и прохладу. А это наше жилище в Самарканде – классический восточный дом. Чтобы попасть из комнаты в комнату, обязательно проходишь через двор. «Как же зимой?» – спросил я. «Нормально. Снегом-то двор не заметает, а сверху навес». Вот почему мы не любим в путешествиях останавливаться в гостиницах, предпочитая снимать квартиры, а лучше дома у местных жителей. Хотя ты продолжаешь смотреть на окружающие глазами туриста, но видишь уже больше, чем могут рассказать гиды. Баха – уйгур. Становится нашим гидом по Ташкенту. Дети играют с детьми, меня знакомят со своими друзьями, женщины общаются с женщинами. Жена Бахи, Гюльхар, показывает, как готовить настоящий лагман. На самом деле это уйгурская пища, и первый вопрос, который задал Баха при знакомстве с невестой – умеет ли она готовить лагман. Самая главная лапша. Порция на самом деле – это одна лапшинка, но прежде чем она станет тонкой, тесто раскатывается несколько раз. В Ташкенте нас кормили лагманом, в Самарканде угощали настоящим пловом. Эта еда совсем не такая, как подают у нас дома в ресторанчиках узбекской кухни. Все тонкости приготовления не запомнил, такие блюда надо пробовать на месте. Ташкент, хоть и современная столица, хранит дух среднеазиатского города. Сердце Ташкента, пожалуй, все же базар. Рынок Чорсу рядом со средневековым матресе Кулькидаш считается лучшим в городе. С фруктовыми рядами, палатками, где продаются одежду, лотками сувениров. Здесь же сапожники, попрошайки, менялы из-под полы, предлагающие обменять доллары и рубли на суммы по более выгодному курсу, чем в банке. В Ташкенте сегодня около двух с половиной миллионов человек. Переводится название как «каменный город», а поселение здесь существовало еще две тысячи лет назад. Современный Ташкент – город метро, широких улиц и хорошего асфальта, новых автомобилей производства ДЭО. А вот примеров средневековой архитектуры немного. В те времена город не был столицей, застройка шла в Бухаре и Самарканде. Кроме того, пострадал Ташкент от землетрясения в 1966 году. Но понятие о каменном средневековье получить можно. Это, например, ансамбль «Хаст-Имам» – религиозный центр Ташкента. Стены из квадратных плиток, традиционный желтый кирпич для строительства мечетей и мадресе – все это уже современная реконструкция, попытка воссоздать древний облик. А еще Ташкент – это город Тимура. Амир Тимур, Тамерлан – пожалуй, главный символ Узбекистана. Постоянно будете встречать памятники завоевателю конца XIV века, повелевавшему огромной территорией Чагатайского ханства и расширившему свои владения до Каспия и Индийского океана. Но настоящий город Тимура – Самарканд. Сюда проще добраться на поезде. На экспрессе примерно за 4 часа или скоростном поезде за 2,5. Что мы и делаем. Впервые Самарканд упоминается у биографов Александра Македонского, завоевавшего город. Сегодня Самарканд ориентирован на иностранных туристов. Ребенок на улице, увидев в вас белого человека, скорее всего, подойдет со словами «Хэллоу». Большинство шедевров, которые едут посмотреть туристы, созданы в эпоху Тимура и Тимуридов в конце XIV-XV веках, когда Самарканд был столицей империи. Но некоторых может постигнуть разочарование. Все памятники реконструированы с использованием современных материалов, выглядят по-парадному новыми. Исторических развалин в Самарканде не увидишь. Довелось посмотреть, как проводятся сегодня продолжающиеся ремонтно-реконструкционные работы. Ребята сначала замахали руками «не снимай», узнав, что из России позволили посмотреть. Здесь изготавливают декоративные элементы, которые затем разместят на крыше минаретов. Труба-форма, в нее кладется кафельная плитка, затем раствор, арматура. Готовый элемент поднимут с помощью лебедок. Регистан. Площадь, покрытая песком в переводе. Так называли все среднеазиатские парадные площади. Сегодня каменная. Здесь знаменитые матресе, духовные университеты средневекового Востока. А этот фрагмент с фасада матресе Шардор, наверное, каждый видел. Называется «Обитель львов». Правда, львы похожи на тигров. Самарканд был столицей империи Тимура. Здесь и похоронен великий хан, в могиле которого находился дух войны, якобы выпущенный при раскопках. Все помнят эту легенду. А это сам погребальный зал, отделанный золотом. Кроме могилы Амир и Тимура, здесь захоронение его потомков, сыновей и внуков. Кстати, молящихся у стен мавзолея можно встретить до сих пор. А это обсерватория Улукбека. Стремление к знаниям и есть обязанность каждого мусульманина и мусульманки. Эти слова пророка были написаны на входе в мадресе Улукбека. Обсерватория же находится в паре километров. Здесь был составлен каталог из более чем тысячи звезд. Самарканд – город-легенд. Это еще одна могила растущего святого. Похороненный в гробнице святой Даниил, по преданию, ежегодно вырастает, поэтому и гробница такая длинная. Считается, что дух святого покровительствует городу. По легенде, мощи привез в город сам Тимур. А еще все ходят смотреть Некрополь. Ансамбль мавзолеев, где покоятся останки родственников Тимура и его приближенных на улице Шахизинда. В переводе – «Живой царь». Еще одна легенда. Двоеродный брак пророка пришел в Самарканд с небольшим войском для утверждения ислама, был поражен стрелой, но скрылся от глаз неверных в расщелине или скале, где живет до сих пор. Таков Самарканд. Сегодня Самарканд – место, посещаемое иностранцами. Французы, испанцы, британцы, немало японцев – вот главные гости города. Походить по древним улочкам, увидеть, как ткут ковры, на один уходит несколько месяцев, посмотреть на голубые купола Самарканда, окунувшись в лето. Начало мая на улице уже плюс 35, середина станет еще жарче, начнется сезон фруктов, но нам пора возвращаться домой. Обратный маршрут по длинной дороге через Алматы плюс еще 400 километров. Волшебное время заканчивается. 11 дней путешествия, почти 6 тысяч пройденных километров, два погнутых диска и потерянных колпака на дорогах Казахстана. А еще новые друзья. Нет, все же Узбекистан стоил того, чтобы совершить такое путешествие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова